МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаешь заниматься чем-нибудь, вот все, даже иной раз моя мама меня попрекает, вот началось, она что-то делает, уже ничего не будет говорить. Я даже ничего не слышу. Я не слышу. Если даже у меня телевизор может работать, мама может зайти, посидеть, мальчишки могут зайти, выйти, я их, бывает, и не слышу. Знакомьтесь, это Светлана Шебзухова из аула Жако, мастерица декоративно-прикладного искусства. Так Светлана с большой любовью и энтузиазмом рассказывает о своем хобби. Декоративно-прикладное искусство в ее руках развивается во многих своих направлениях. Сегодня в ее коллекции декупаж, изготовлении корзин, скульптура, аппликация и многое другое. Создание декоративно-прикладных изделий требует большого количества времени. Жизненные обстоятельства практически заставили Светлану заняться этим делом. И тогда эти занятия для души, так она сейчас называет свое мастерство, были для нее спасением. Но в тот момент ей просто надо было чем-то увлечь себя. Если честно сказать, у меня все это зародилось, чтобы отвлечься от болезней заболело. Я хотела чем-то отвлечься. Я все начала декупажить. Техника декупаж. Я декупажила разные баночки. Мне все, что под руку попадалось, я клеила салфетки. Вот эта техника декупаж, наклеенные салфеточки. Вот я с этих начала. Потом как-то чисто случайно девочки попросили шкатулку. Пусть даже с мусора, но мы купим. Думала-думала, могла придумать только вот этот материал. Вот это первое, самое первое материал. Но я вперед сделала не с откидной крышечкой, а типа баночки у меня получилось. Потом меня к этому, вот к этим откидным крышечкам привела другая девочка. она говорит, а нельзя, говорит, сделать так, так как у меня дети балуются, без крышки я останусь. Думала-думала, но если в голове сразу мысль не приходит, обычно современный человек что делает? Смотрит в интернет. Да, я вытащила вот эти с интернета, я начала делать. У меня много, многие девочки заказывали. Это у меня одна, ну, из первых работ. Я тогда эти делала из липучки. Вот они отклеились. Я как-то их делала с липучки. А сейчас я их делаю вот так, с бусинок. Открывается вот так она. И это Светлане очень помогло. Она переборола жизненные трудности, а любовь к искусству всё усиливалась. Сейчас у мастерицы не бывает свободного времени. Она всегда занята. Мама у меня рукодельница, она и вяжет, и шила. Ей 80 лет, она до сих пор вяжет по заказу. Она нас всех обшивала. А я помню, она нам шила юбочки, все ой, какие красивые юбочки у этих девчат, в ёлочку, там ля-это-паля, там это, то-се. А папа у меня работал чабаном, и у него все эти сёдла, уздечки, вот это всё, что касается лошади, он всё очень отлично делал. У нас в роду, да, это исходит даже от крови, наверное, что что-то делать, чем-то заняться, чем-то отвлечься в трудную минуту, да, и дядя у меня, у него золотые руки были, пусть земля им будет пухом, он жил в Донбайе, он, можно сказать, первопроходец канатной дороги, и, как рассказывали старшие сёстры, у них в доме всё-всё-всё было из природного материала, сучков каких-то, там полочки там деревянные, прямо вырезанные руками, вот не теряя как данность природы вот этому сучку вот где-то не так или кривая там вот этот у него полочки сестра Саша рассказывала у него полочки делал из чаги берёзового гриба. Я сама лично помню, он нам приносил сотворённые своими руками ручки с дерева. Отцу он часто приносил штуки. У него золотые руки были. всё исходит как бы с крови. я даже не занималась этим свои 45 лет, потом только начала, это значит, да, что-то дают. А сейчас в детях своих вы видите это продолжение, нет? В детях моих не знаю. в детях может быть. Может быть. Может быть. Но у меня старший мальчик, у меня двое мальчишек старший. старший, он к чему прикасается, раз посмотрел, он всё сделал. Младший тоже старается. Изделие ручной работы это отличный подарок для людей, обладающим собственным вкусом, нестандартным, душевным подходом к жизни, ценящим красоту, уникальность, качество и уют. Такой подарок несомненно вызовет море положительных эмоций и впечатлений. Светлана говорит, что к изготовлению каждого подарка она всегда подходит индивидуально, вспоминая предпочтения и интересы человека. Мастерица очень любит давить эмоции, а получать их вдвойне приятно. В прошлом году работала на гипсовом заводе, а там женщин мало. Я как-то придумала, я говорю, я девчонкам подарю что-нибудь свое. Неизвестно, может, я уйду с работы, может, кто-то уйдет с работы, но это на память человеку останется. Я взяла, я говорю, я сделаю только для лаборатории. я работала в лаборатории сама. А мама моя говорит, а ну скажи, сколько людей там работают и кому ты делаешь? А что, те не люди, те не женщины? я говорю, ну ладно, сделаю. Я насчитала девчат 18 и сидела тут вечерами, вкалывала, делала такие штучки, но когда я им доставала, я их дарила, вот, знаете, такое удовольствие, я больше удовольствия получаю от того, что я дарю, а не от того, что мне дарят. Мне очень нравится дарить вот эти штучки, которые я делала. Оригинальный аксессуар для интерьера и непревзойденный аромат. Любители кофе от такого подарка будут в восторге. Из кофейных зерен мастерица создает различные картины. Причем они не портятся, имеют интересную фактуру и насыщенный цвет. У меня под рукой только вот эта салфетка, где немножко кофе, там, капучино написано, латте, релатненько. Я сделаю сердечко. Ну, это как бы, что я люблю кофе. А когда моя сестра увидела, она говорит, ты, как же, ну, она как-то так выразилась, говорит, все равно, говорит, всем показываешь, что ты любишь кофе. Я говорю, да, я всем показываю, что я люблю кофе. Вот так. Здесь две работы. Вот эта работа с кофем и вот этот декупаж. Топиарий в наши дни оригинальная композиция, представляющая собой имитацию аккуратно подстриженного деревца. Простор для творчества в создании не ограничен. Их можно сделать под любую цветовую гамму и оформление помещения. Можно со всего делать. Можно с цветочков делать. Можно с любого природного материала. Можно с семян кукурузы, можно с семян тыквы, можно из круп разных. в данный момент у меня топиарий с попкорна с кукурузой. Меня привлекло внимание вот это темно-бордовое. а это чуть посветлее. Вот. Она идет как... Я ее наклеивала на теннисный шарик. И она дала ему свой рельеф. Вот эта сторона чуть побледнее, а вот эта сторона темнее. и потом еще посмотрела, я говорю, у меня и желтенькие есть. Я попробую ее сделать, чередовать. И когда я начала делать ее, она зернышки не одинаковые. Ну, получилось как получилось. Вот так вот. Тапиарий с кофе. Ну, с кофе у меня такого шарика нету в топиаре, но я сделала вот такое. цветочное кофейное тапиарий, сердечко от всей души. Я у меня зародилась такая идея после того, как я начала их делать, не выкидывать со скулотами кружки. Я их собираю специально для тапиарии. И вот у меня такая одна кружка с розой оказалась. и я наклеила розочки с кофе. То есть чуть испорченная посуда вас не выбрасывает? Нет, не выбрасывается. С нее можно делать все, что угодно. занятие я могу уделить после работы час-полтора. А так бывает, если в голову сбрело, что-то я делаю, не касаясь моего хобби, я прохожу мимо, увидела недоделанное, что так, я же так хотела, нет, я лучше вот так сделаю. И я в этот момент стараюсь это делать. Я могу замесить вот этот гипс, вылить в бутылку, пройтись, что-то сделать, там еще застыло. Снова замесить вот этот гипс, залить в чашку и поставить вот эту бутылку, с бутылки, которую я вынула. Могу делать и этот. Между делом, у меня бывает в основном сейчас между делом. Я прохожу мимо, а, мне вот так захотелось, в голову взбрело, могу выйти с кухни, прийти сюда что-то сделать, бросить вот это. Не знаю, может это как-то не так поймут люди, но... Идеи так же приходят... идеи так же приходят в процессе. Идеи так же приходят. Хорошо, а какую технику предпочитаете, что для вас ближе? Мы видим тут много разных техник, работы абсолютно разные, но для души что ближе? Ой, это очень трудный вопрос. Все близко вам. Да, все близко. Я могу вот начать шкатулку сделать, делать, да, могу это отставить вот в половине работы, заняться другим чем-то. У меня вот избранного вот этого нету. Мне интересно и то, и то, и то. Единственное, у меня не удалось с бисером работать. не знаю почему, мне как-то не удалось. Однако, сестра-близнец Светланы Джанета дружит с бисером. Вышитая ею работа украшает дом сестры. Необычные картины из бисера Джанеты также всегда пользовались особой популярностью. Бисером вышивать я начала не дома, вне дома наоборот. Жили в Подмосковье, там у меня подруга была, и она вообще вот с детства увлекалась только этим. Вот от нее вообще именно бисером я начала вышивать. А так, наверное, в семье мы видели, что постоянно вот мама что-то делает. вот именно бисером вышивать я недавно совсем начала этим заниматься. Меня, конечно, больше вдохновило к этому. Когда подруга вышивала вот эти яркие цвета, клубники, иконы, у нее вообще вся квартира увешана у нее картинами. И у нее всегда подарки, подарки, подарки. и как приятно тебе, чтобы подарили вот такой, да? Бокал свадебный. И я у меня будет здесь полубусинки. Эту ножку буду обматывать полубусинками, ленточкой. цветочки приклеим сейчас. Так. Ну-ка. Так. И начинаем с того, что... так. Устанавливаемся вот здесь. Приклеиваем сюда вот этот цветочек, приклеиваем. Цветочки готовы покупать? Да, цветочки готовы, я покупала. Немножко положим вот так. Полностью будем клеивать цедонышко, да? Нет, да, цедонышко большими цветочками. Мы попроще сегодня сделаем. Как-то так. Вот этот сюда. И вот этот цветочек тоже сюда. И вот этот цветочек тоже сюда. Их. Последний цветочек сюда. Вот как-то так. Очень просто и оригинально. Сватильный бокальчик. Многие, можно сказать, все молодожены, все, которые национальные наши, да, молодые люди, девочки, которые замуж выходят, любят свадьбу играть в национальном одеянии. И исходя из этого, я придумала вот этот наш черкесский бокал. Здесь у нас идет три стрелы и двенадцать звездочек. А здесь такой орнамент. Правда, я не знаю, что означает вот этот орнамент. Все орнаменты что-то означают. Но так как нам наши предки не смогли преподносить все это, сохранить все это. И я не знаю, что означает. Но мне вот этот тюльпанчик, я так называю вот этот, мне этот тюльпанчик понравился. И я так сделала. И как-то мне розочки понравились. А очечница, она сама по себе кожа такая, в этот, светлая была. Я говорю, приклею, посмотрю, как она получится. Получилось так, понравилось моей маме. И пользуется, да? Да, и пользуется. Мамин очки тут лежат. А тарелка? А тарелка тоже я сделала, чтобы повесить на стену. Я ее прогрунтовала, зачищала сначала. Начнем так. Она же глянцевая. Ее нужно зачищать. Если ее не зачистишь немножко наждачной бумагой, она и краской не так. Потом прогрунтовала грунтовкой художественной. И приклеила в этот мотив вот этот. Мотив приклеила. Пожалуйста. Даже красота. Вы еще и приспособили ее тоже для кухни. Можно повесить на стену? Да. На стену повесить. Это с вашей кухни, да? Да. Это с нашей кухни уже. У меня образовываются вот такие шаблончики. Вот. На орнаменты, к примеру. Я их, я бумагу складываю в два слоя. Рисую одну сторону и вырезаю. Так как я не умею рисовать. Не художница я. Вот. Что-что? Вот этого во мне нет. Ну, как-то так и получаются у меня орнаменты. Вот этот орнамент я сейчас приготовила вот для этой шкатулочки. Шкатулочку я начала делать с бобины. Шкатулочка такая. Она у меня сейчас разбирается. Вот. Бобину распилила. Она такая была. Внутрь вставила вот эту бумагу с обклеенной тканью. Мне как-то понравилась картинка. Тоже национальная. Своя черкесская будет. Три стрелы вот здесь будет. И звездочки. А это будет вот здесь. На боку вот такая. Такой орнамент будет. И как-то так. Орнамент из бумаги будет или из ткани будет? Орнамент будет из ткани. Вот с такого материала. А звездочки и стрела будет. Звездочки уже полубусинки наклею. А стрела будет вот с таких этих ленточек. Как-то так. Просто так сидеть никогда не хочется. Если честно сказать. Бывает да. Когда сильно устаю домой. Прихожу с работой. Сажусь и тупо смотрим телевизор. А пока смотришь телевизор. Можно чем-то заняться. Вот это у нас есть. В этой комнате своеобразной мастерской. И проводит мастерица все свободное время. Колдуя над очередными шедеврами. Делает это с удовольствием. И сегодня она вся в работе. Делясь планами на будущее. Открывает сокровенный любимый сундучок. Где хранить свои материалы для работы. С гордостью демонстрирует уже наработанное. В скорейшем будущем планирует заняться реставрацией стульев. Ну а нам остается пожелать Светлане успехов во всех ее начинаниях. И двигаться только вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok